Всем привет! Сегодня займусь садом, пока еще не поздно. Ночью был плюс, сейчас градусов 8-10. Если такая теплая погода простоит несколько дней, то скорее всего начнет уже все распускаться. А нужно успеть обрезать деревья до сокодвижения, да и еще, чтобы время было на то, чтобы ранки затянулись. Когда был в городе, заехал в магазин, хотел замазку купить специальную после обрезки для деревьев, так называемый вар. Но посмотрел на цену, так и жабу чуть не задушило. За 150 грамм просят рублей всем. Цена-то небольшая, если у тебя там деревца небольшие и нужно срезать пару веток, то да. А на мои многолетние деревья, к которым больше 15 лет не подходил, то скорее всего ведра не хватит. И нужно целое состояние. Проштудировал интернет в поисках альтернативы и нашел народное средство, дешевое и доступное всем. И прежде чем приступать к обрезке, приготовлю его, ну и подготовлю необходимый инструмент. В основе замазки всем доступная глина. У меня остались запасы после того, как осенью печь модернизировал. Но смотрю, что она у меня смешана с большим количеством песка и скорее всего уже не подойдет. Придется метнуться к карьеру, накопать новый. Ах, машину не разгрузил. Это ж как приехал из города, сразу занялся улями. Домазывал он на второй раз маслом, а потом в столярку пошел, вкворечниками занялся, так и забыл. Купил мешок извести, чтобы сразу после обработки заодно и помазать их. И защитить паразитов, да и от солнца и сеннего поколись распутиться. Столько, конечно, не нужно будет. Меньше мешка не было. Да, ничего, потом еще пригодится. Ну, мешок извести бы не помешал. Он-то не тяжелый и много места не занимает. Да и глины же нужно не так уже и много. А вот попутчик, которого подвозил, может быть и лишним. Неизвестно там какая еще дорога. Осенью были заорали, а сейчас может еще и не подсохло. Лишний ест нам ни к чему. На дороге голосовали. Когда был поводок, местами дорогу поразмывало. Так и засыпали, а стройматериалы покидали. Да и миллиорацию в прошлом году делали много пооставалось. И еще урожай был хорош осенью. Так с полей не все собрали. Решил, все равно же по розняку муду. Так для балласта и накидал, чтобы машину уравновесить. Я тут подумал, каждый раз, когда ездил с города, если бы по столько привозил, так можно было бы уже приличную кучу насобирать. Интересно стало, как тут моя аллея поживает, что осенью высаживал. Попроживали шли деревцы. Те липы, которые во дворе пооставались, так уже у них почки понабухали. Но там намного затишнее, а вокруг деревьев потеплее. Но смотрю, что здесь тоже уже почки понабухали. Скоро будут распускаться. Походу бобры сюда добрались. Ах, хотя неф. Просто таялая вода. Ну, вроде бы не сильно глубоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глина плохо размокла? Но ничего, пока буду резать, так дойдет Ну а если нет и останутся комки, то другое дело пущу Тут было бы неплохо миксером это все сбить до однородной сметанковой массы Но, к сожалению, не у всех у хозяйств он имеется В большом ядре не стал сразу замешивать, так как оно старое, эмаль местами отбилась, а для таких целей металлическая посуда не пойдет С глины получится хорошая защита, но в долгую сухую погоду она может растрескиваться И чтобы в трещинки не попадала никакая зараза, пока ранки еще не затянутся, то добавлю в нее еще бордовской жидкости Это смесь медного купороса и горшона извести Ну вот, защитная мазь готова Осталось только повскрывать ранки Почитала на досуге, как нужно правильно обрезать деревья и формировать крону По сути ничего сложного нету, там нужно придерживаться всего лишь нескольких основных правил Это крону формировать на высоте 2,5 метра в виде чаши, чтобы все ветки хорошенько освещались Те ветки, которые мешают друг другу, либо под острым углом растут, либо вниз сразу удалять Ну и длина их не должна превышать более 1,5 метра Ну и загущенность внутри кроны тоже не должна быть большой, как говорится, чтобы воробей пролетел Но не везде такие правила применимы Это если для саженца, то может быть да и сойдут А на примеры этого дерева так и вообще нельзя Первый сук, он начинается на высоте более 4 метров И если срезать по 2,5 метра, то останется только один ствол И брат ли дерева выживет без единого листика Ну а если выживет, то плоды принесут совсем не скоро Да и то этот сук смотрит вниз и скорее всего сухой придется срезать А там выше вообще крону формировать придется на высоте 6 метров Есть там одно дерево более-менее подходящее под эти правила Даже я не знаю, скорее всего это дерево нужно будет удалять Но не сейчас, сначала нужно подготовить ему достойную замену А пока проведу такую санитарную обрезку Удалю сначала все сухие ветки, те которые мешаются друг с другом Ну а там если что и останется, то немного прорежу и так и оставлю Здесь фактически все деревья не по правилам Так как раньше их сажали не в отдельном саду А средь огородов, на меже, межградах И формировали кроны так, чтобы они не мешали их обрабатывать И спокойно могла проходить техника либо лошадь А в моем саду так и вообще к этим деревьям больше 15 лет никто не подходил Ну что, выбирать не приходится, придется работать с тем, что есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забыл самое главное правило Не пилицук, на котором сидишь Семь ботов сошло, пока обрезал эти ветки А еще не приступил к формирующей и омолаживающей обрезкам Только вырезал сухие ветки Ну и те, которые были отломанные Так усердно пилил, что аж пила сточилась до размеров зубочистки Стало похоже на иглу, как у Арии Старк Ну ладно, шутки в сторону Еще с первым деревом не покончил А таких у меня 12 штук С формирующими и омолаживающими обрезками будет намного посложнее Нужно будет, как это бы не звучало больно, обрезать волчки Да и ветки укорачивать А до них еще попробуй доберись Высоко, тут бы стремянка не помешала повыше Ну, сложности меня не остановят на полпути Что-нибудь придумаю Вот самое сложное, выбрать, какую ветки оставлять Они все вот так вот переплетены Не мешают друг другу А оставлять, чтобы они ссорлись Тоже нехорошо Будет постоянная рана у деревьев И категории мы, и плотники И сожалений горких нет И мы монтажники Вы сотники Да И с высоты вам шлем привет Не повторяйте такое в домашних условиях Субтитры сделал DimaTorzok Обрезал несколько еще веток И решил на этом остановиться Да и так, походу, я сильно погорячился с ними Практически ничего не осталось Те ветки, которые оставил, несколько штук Их тоже нужно будет удалять и укорачивать Потому что они все-таки покороженные и больные Уже в следующий раз, когда замены отрастут новые С оставшимися яблоньками, думаю, так не буду радикально поступать Сделаю формирующую обрезку постепенно За два-три года Там и деревья побольше И если так все срезать, то останется только голый ствол А хочется же еще и яблок поесть немного А то эта яблонька уже вряд ли даст яблоке ближайшие два года Но и с этой еще не все покончено Но надо делать работу до конца Прошел с чешеткой, посметал старую кору и мусор Под которым любит петиться разная зараза Но старался так слегка, чтобы сильно не трамбировать А то и так ему досталось уже немало Хотя бы не мешало пройтись основательно Потому что покрыто все дерево до самых кончиков веток Мхами и лишайниками Стараюсь по возможности на пленку собирать Чтобы меньше посаду разносить Хотя здесь куда ни глянь, везде гнили мох И было бы намного эффективнее Им просто все выжжат напалмом И потом как птицу феник заново все возрождать Но я же не ищу быстрых путей Тем более спешит там не некуда Ну а это потом спалю Хотя котер сейчас распаливать довольно-то опасно Сухо и ветрено Сухо и ветрено Пошло Сухо и ветрено Вот и что-то где-то горит. Дым такой валит, а как раз ветер от той стороны. А здесь вот везде дрова тухая. Если загорится, то пойдет даже на то самое домов. Вся деревня загорит к чертям. Пойду гляну, что там такое. Горит там трава, поле, но тут не перебраться, дальше посмотреть. Задымленно сильно. Да и бобры перекрыли канаву и стало тут большое озеро такое. Попробую дальше подойти. Ну и вызвать пожарную, а то как раз дым направляется в эту сторону. Эту рычужку может быть и не пройдет огонь, но все равно лес может загореться. угроза ликвидирована. Остановили прямо перед самым лесом. Спасибо нашим спасателям, которые вовремя отреагировали на ситуациях. Угроза восстанавливать все и все поминовало. Теперь можно спокойно продолжить трудиться. Можно быть внимательнее со своими мыслями, особенно на эмоциях. Порой они так быстро материализуются, что даже не спиваешь уйксус. Теперь можно применить замазку, с которой все и начиналось. И замазывая все спилы, ну а предварительно я обрезал края ранки, чтобы она была гладкая и лучше заживала, так как от пилы кора в основном была рваная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошли смотреть, там гость пришел. Пришел за сеном для кроликов, а тут пришел гость к нам. Не, ничего, пока, бро. Сейчас увидите сами. О! Привет! Выспался уже? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok